Цой жив! В Центральном парке проходит традиционный ежегодный фестиваль памяти великого музыканта. Там собралось около 400 человек, среди них и моя коллега Анастасия Прохорчук. Она на прямой связи со студией новостей. Настя, добрый вечер! Поделись, какая там атмосфера? Здравствуй, здравствуйте телезрители! Здесь очень громко, а значит все идет по плану. Так и должно быть, говорят мне организаторы. И снова, это уже в 15-й раз Цой фестиваль проводится в городе Красноярске. Это такая дань памяти этому музыканту и актеру, который снимался и в кино, мы все это знаем. Более 10 музыкальных коллективов выступает на этой сцене, но, к сожалению, погода подвела, была пасмурно, все ждали дождя, и он пришел. Вокруг меня мокрые, но счастливые люди. И сейчас я подойду к организатору этого концерта, к одному из организаторов, Андрею Сковородникову Эрлихову. Андрей, расскажите, как вы в такой дождь умудрились организовать мероприятие? Это мероприятие у нас проходит в 15-й год, всегда при поддержке Центрального парка. Вот несколько лет организацией занимается Центр Красноярского урока наш. Каждый год десятки групп у нас выступают, каждый год приходит любую погоду, в любой день публика. То есть главное дело, дело с душой, главное, чтобы выбирать хорошую группу, которая будет играть. Это мы делать умеем. А дальше публика показывает, что это мероприятие нужно. Вы можете видеть людей разных возрастов, от самых немалых. Молодые люди, а есть взрослые. Малые, которые еще не родились, когда отцов уже погиб, для них тоже это близкая музыка. Есть люди там 40-50 лет, которые тоже ходят, и все ловят драйв и кураж на сегодняшнем фестивале. Андрей, спасибо. Здесь еще есть у нас музыкант, соло-гитарист. Сергей, здравствуйте. Вы сами выросли в Норильске, но сейчас выступаете в Красноярске и по краю. Расскажите, почему вы выступаете на таких фестивалях? Вам за это ведь даже денег не платят. Ну, мы выступаем на этих фестивалях, потому что нам очень нравится творчество Виктора Цоя. Я вырос на этой музыке. Я, собственно, с Виктора Цоя и начал слушать рок-музыку. И все, что вы видите перед собой, обязаны именно ему. А какая любимая песня? Ой, мы очень много любимых песен. Очень много. Я с песни «Пачка сигарет» в детстве начал курить. Если бы ее не было, я бы курить не начал. Вот видите, какое влияние оказывают наши кумиры. Правда, Андрей, что сегодня до 10 часов вечера продлится это мероприятие? Да, до 10. Вы можете видеть, что у нас был счастливый, и ни погода не распугала людей. Мы бы и дольше играли, но, к сожалению, закон не позволяет дольше играть. Но, думаю, 5 часов хорошего урока, в течение которого исполняется только песня Виктора Цоя. Это более чем достаточно спут. Тем более, мы выбрали в этом году так, чтобы только разные песни играли группы. Все, полноту творчества Виктора Цоя, группа кино мы показываем сегодня в Центральном парке. Спасибо. Ну, самые счастливые люди, это, конечно, музыканты. Они не намокли ни капельки. Они под специальным тентом. Остальные счастливчики тоже успели спрятаться вот под этим навесом. Там буквально нет мест. Все толпятся. Там тепло, уютно наверняка. Вот, собственно, вся ситуация на этот момент. Успевайте до 10 часов вечера в Центральном парке. Цой фестиваль в Красноярске. Гор. Настя, спасибо большое. Я напомню, это была моя коллега Анастасия Прохорщук с фестиваля памяти Виктора Цоя.